Всем привет! Сегодня у нас 1 апреля, и это означает, что у нас сегодня Пасха, и у нас сегодня Воскресенье. И сейчас я отправляюсь в церковь на праздничное служение, и я вас очень сильно хочу поздравить с этим праздником, светлым Пасхой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И сейчас желаю вам всего самого только хорошего, через все, чтобы вы не проходили, знайте, что вы всегда с Господом, и Он ждет вас, и ждет, чтобы вы имели общение и всегда отношение с Ним. Ну что, поехали праздновать в церковь и прославлять имя Его! Поехали со мной! Субтитры создавал DimaTorzok Христос воскрес! Аминь! Оставайтесь на ногах, буквально 60 секунд, и мы будем дальше слушать изумительные произведения. Пол, ты магистр, это unbelievable, слава Богу, который, вероятно, присутствует здесь. Одна из них, это день воскресный, по традиции, пойти в церковь, а может быть даже, о, сегодня Пасха, обязательно буду. А может быть, о, в церкви там хлеба всегда вот что-то такое делают. Хочется приобщиться к чему-то артистичному, к божественному. И это нормально, если даже с такой, маленькая категория людей, повторяю, даже если с таким намерением, вы сегодня в церкви, чтобы поучаствовать, послушать, поназидаться, быть поближе к этому творчеству. Вторая категория, я скажу словами Иисуса Христа. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Два яркие выражения. «Отвергни себя, возьми крест». Кто знает, как на латыни звучит слово «я»? Что-то мы узнаем сегодня. «Эго». От этого происходит слово «эгоизм». Очень в наше время распространено. Мы живем в самом совершенно экономически развитом обществе. Мы имеем невероятные условия передвижения жизни. И очень часто, наблюдая за собой, мы думаем, это же мы такие хорошие, прекрасные, красивые и умные. И мы устроили себе такую жизнь. Вторая часть. «Возьми крест». Два условия. Что-то нужно оставить, что-то нужно взять. Крест там, где страдал Иисус Христос. Там, где произошло искупление. Причем здесь мы? Он же взял. А Иисус говорит, возьми свой крест. Распни свое «иго». Посмотри вокруг себя, в своей жизни. Это будет замечательное вложение в празднование Иисуса Христа. Если ты скажешь, как апостол Павел, «а я сораспялся Христу». Давайте мы поблагодарим Бога за этот изумительный праздник. И возьмем свой крест. И будем идти за Иисусом в этой жизни. Аминь. Господь. Благодарим Тебя за это прекраснейшее время, в которое мы живем. За то, что мы можем так красиво встретиться и праздновать праздник, воскресенье Твое, Господь. Когда Ты подарил нам искупление, Ты подарил нам жизнь. Ты даровал нам свободу. Ты умер за грехи каждого из нас. И сегодня Пасха наша – это Христос. С этими словами никакое зло, оно не войдет в твою жизнь. И Ты будешь идти в своей жизни, но мы хотим делать одно. Мы хотим не просто быть наблюдателями этого красивого праздника. А мы хотим быть Твоими учениками. Мы хотим идти за Тобой. И мы готовы брать свой крест. Распинать свое иго, свои эмоции, свои амбиции, свою греховную природу. И следовать за Тобою и служить Тебе в этом городе, который Ты поселил в нас во имя Иисуса Христа, Бог, мы просим. И благодарим Тебя и все вместе мы скажем. Аминь. С праздником вас, дорогие друзья. С праздником вас, дорогие друзья. Иисус Спаситель, я славы ожидаю, Иисус Господь. Иисус Спаситель, я славы ожидаю, Иисус Господь. Пусть над твой победу обещал, И с ним вечно вставь славой своим крестом. Он во сне, он во сне, Сына и муя, он во сне. Он во сне, он во сне. Аллилуйя, all of us will. All of us will. Kings and kingdoms will bow down. And every single grain has broken hearts, Declare his praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the lion, the lion of Judah. He's roaring with power, and fighting on battles. Every evil bow before you. Our God is the lamb, the lamb that was slain. For the sin of the world, his blood, grace, and shame. And every evil bow before the lion and the lamb. For every evil bow before the lion and the lamb. Philadelphia. For every evil bow before the lion and the lamb. Субтитры создавал DimaTorzok 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 кто нам отвалит камень от гроба. И когда они пришли, камень был отвален. И там сидел юноша в светлой одежде и сказал, вы ищете живого среди мертвых. Его здесь нет, он воскрес. Вот место, где он был положен. Они в ужасе, написано в Библии, бегут, рассказывают ученикам. Те им не верят, потому что это невозможно объяснить. Петр срывается, Иоанн бегут, Иоанн моложе, бежал быстрее, прибегает. Да, действительно, место, где он был захоронен. Вот плат, который был на голове, мы же его сами обматывали, это мертвое тело. Что происходит? Потом они были собраны, уже вечером того дня, все шептались, все были в недоумении. По городу ходят слухи, что его украли. Да мы чего не крали? Кому это нужно было? Как можно было украть при такой мощной страже, которая там стояла? И вдруг при закрытых дверях опять это присутствие, опять входит тот, которого они знали. Говорит, мир вам. Они смутились, они были потрясены. И Он им показывает свои раны. Все совпадает, так как Его били все рубцы, все швы на Его теле. И мы сегодня говорим о том, что действительно является достоверным фактом, что Иисус Христос не живой. И Он присутствует незримо среди тех людей, которые веруют, среди тех людей, которые приняли Его своим Господом и Спасителем. Именно поэтому Он сказал, все мои слова будут иметь силу и вес, потому что Я дам знамение миру через воскресенье из мертвых. Он сказал, разрушьте этот храм. Какое ты дашь нам знамение? Откуда у тебя такое право так себе вести? Он говорит, храм разрушьте. Я в три дня его построю. Они говорят, этот храм строили 46 лет. Вся страна строила. При Соломоне, при таких царях. Да если мы Его разрушим сейчас до основания, весь мир Его не соберет за три дня. Ты о чем говоришь? А Он говорил о храме тела своего. Действительно говорил о том, что нереально для людей. Нереально победить смерть. Нереально восстать из мертвых. Нереально забрать ключи ада и смерти. Подняться, восстать и победить. Потому Он говорил о том, что нереально для людей. Но возможно для Бога. Аллилуйя. Давайте поднимемся на ноги. Я бы хотел, чтобы мы поблагодарили Господа. И также хотел бы сказать для тех людей, которые никогда еще сознательно не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это ваш хороший шанс на праздник Пасхи сказать, Иисус, я тебе верю. Я тебя принимаю в своем сердце. Драгоценный Господь, мы сегодня преклоняемся перед Тобой. Мы сегодня благодарим Тебя, что Ты сделал все. Все, чтобы мы могли верить и не сомневаться. Ты стал знамением для нас, для сомневающихся, колеблющихся. Ты послал Духа Святого, чтобы в нас не было ни страха, ни сомнений. Ты сделал все, пусть Ты снял чувство вины с нашей совести. Ты омыл нас, Ты освободил нас. Ты записал наши имена в книгу жизни. Ты назвал нас своими детьми, сыновьями, дочерями. И мы сегодня продолжаем смело утверждать то, что Ты живой, что Ты живешь, что Ты скоро возвратишься, заберешь нас к себе. Господи, мы сегодня молимся, чтобы каждый человек, кто еще не решился на такой шаг, чтобы сегодня в тайне своего сердца он сделал такое решение и сделал этот выбор, принять Тебя, как Господа и Спасителя, чтобы Царство Твое распространялось, чтобы люди спасались. Во имя Иисуса Христа мы совершаем эту молитву. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok